Беломорско-Онежское пароходство Российская судоходная компания управления и находится в Петрозаводске История СССР создана постановлением Совета народных комиссаров СССР от 1 июля 1940 года в результате выделения из состава северо-западного пароходства Первым начальником Беломорско-Онежского пароходства был назначен А.В. Тимофеев В задачи БОПа входила транспортировка грузов и пассажирские перевозки в районе Белого моря Беломорско-Балтийского канала и Онежского озера В годы оккупации Петрозаводско пароходство находилось в Архангельске и Беломорске В 1940 году флот БОПа состоял из 70 буксиров, 265 единиц несамоходного флота, грузопассажирских пароходов и паратеплоходов Роза Люксембург, Карл Маркс, Петрозаводск, Онежец, Безбожник, Трамвай номер 1 и Трамвай номер 2, Акула, Интер номер 205 Также с 1941 годом Урицкий А.Жданов, с 1944 годом Вересаев, с 1954 годом Чапаев В годы Великой Отечественной войны суда БОПа участвовали в эвакуации населения и ценностей Обеспечивали нужды фронта и тыла Суда Агюст Бланки и Жорец 18, Мартиец 89, Видлица, Шуя, Бакунин и другие участвовали в боевых действиях в составе Онежской военной флотилии Некоторые суда были переданы Ладожской военной флотилии В 1944-1946 году в Пиндушах действовала школа Юнг Беломорско-Онежского пароходства В состав пароходства входили Петрозаводский порт, пристани Шала, на Двойце, Медвежегорский порт, Медвежегорская ремонтно-эксплуатационная база флота Беломорский эксплуатационный участок, Петрозаводская ремонтно-эксплуатационная база флота, службы, несамоходного флота, социальных учреждений, управления рабочего снабжения, бассейновый узел связи и радионавигации имелся профилакторий парус С 1965 года пароходство осуществляет перевозки экспортно-импортных грузов в смешанных река-море, плаваниях за границу Россия в 1991-1992 годах При участии Беломорско-Онежского пароходства создаются совместные с германской стороной предприятия Совбоп Транс и Онега Армениус Шибобилдерс ТОО Транс Онега Часть судов сдается в Тайм-Ибербулут-чартер российским и иностранным компаниям В 1992 году руководство пароходства получило в германском банке KFW кредиты в объеме 140 миллионов немецких марк для строительства 15 новых и реконструкции 7 старых судов Кредит отрабатывается 32 судами БОП под германским менеджментом Однако в течение пяти лет пароходство было вынуждено продать 74 судна для погашения долга 16 марта 1993 года пароходство было акционировано Официальное название АОТ «Беломорско-Онежское пароходство» Созданы совместные предприятия российско-германские «Сундоба» и «Л-Мягкий знак» «Б-Анега» «Шиппинг» «ГМБХ» В 1997 году создано дочернее предприятие ООО «БИМС» В 1999 году судоходная компания «Онег» и другие В 2000 году контрольный пакет акций «Беломорско-Онежского пароходства» выкупило Санкт-Петербургское зао-концерн «Ориуми» Президентом пароходства был назначен Андрей Нелидов, председатель совета директоров компании «Лесная биржа», входящий в «Ориуми» В 2002 году на базе ранее действующих подразделений ООО «БОП» созданы два дочерних предприятия ООО «Онежская стивидорная компания» и ООО «Онежский судостроительный завод» Также в 2002-2007 годах из ООО «БОП» были выделены различные структурные подразделения ООО «Судоходная компания Орион», ООО «Беломорско-Онежское пароходство» и ООО «Беломорско-Онежская круинговая компания» В 2007 году ООО «БОП» реорганизована в форме присоединения к ЗАО «Невская судоходная компания» ООО «Беломорско-Онежское пароходство» ликвидировано в 2009 году В настоящее время действует судоходная компания под наименованием ООО «БОП» В разное время пароходством эксплуатировались самоходные грузовые суда типа «Волга», «Дон», «Волжский», «Волгобалт», «Балтийский», «Невский», «Сормовский», «Морской», «Беломорский», «Волга», «Онежский», «Амур», «Стк», «ВИК» Судно проекта 2760 и «Ловля», суда проекта 10523 Также в составе пароходства находились буксирные суда финской постройки Пароходы, переоборудованные в теплоходы проекта 259 и 574, проекта 2233 Буксирные суда немецкой постройки «Агюст-Бланки», буксирные суда российской постройки Калиев, Бакунин, Видлица, Шалопость, Боря, Грузия, Яков Воробьев, Петрозаводск Пролетарий, Жежгин, Жужмуй, Деловой, Полярник, Онда, Шуя, Иполитов, Иванов, Арджиникидзе, типа Ижорец, Икспортлез, А, Пашков и Н, Варламов, типа РБТ, проекта 718, проекта 730, типа Шлюзовой, проекта Р96, Байтов, Прогресс, проекта 433, 73, проекта 522, проекта Т-63М, проекта 1427А, Петюлин, проекта 1439 Механик Филиппов, типа Озерный РТ, БК, БТП, МБОТ, несамоходные лихтеры и баржи, площадки финской постройки и баржа М1 Вспомогательные суда Онега, проекта 873, капитан Заонегин, проекта 1462, капитан Вознесенский, проекта 873А, водолаз, капитан Глебов и Навага, проекта 376У, Лоцманский 77, Лоцманский 81, Щеплинцев, рефрижератор, север проекта 7БК, ледокол Нева, проекта 16, спасательное судно, инженер Нарин, разъездные суда, Октябренок, Карась, суда проекта 433КС-100А и другие Беломорско-онежское пароходство имело также агитационные пароходы Керчь, Мариуполь, агиттеплоход, спутник проекта 1162, танкеры, бункер базы, пумпе, ББ, плавучие краны, судокомплексные переработки отходов номер 4 и 5, плавдебаркадеры 31, 33,181,215,216,217,800,855, Плавмастерская номер 626, стоечная УТЭС, учебно-тренировочное судно, 1983-1991 годах на балансе пароходства находилось также учебное судно Петрозаводского клуба юных моряков ЮН из Карелии, 254 проекта, список руководителей, начальники пароходства, 1940-1946 год, А.В. Тимофеев, 1946-1951 год, А.Н. Новоселов, 1951-1954 год, С.В. Сысоев, 1954-1958 год, А.Данилов, 1958-1959 год, В.А. Собуров, 1960-1970 год, В.А.С. Пенский, 1970-1987 год, Е.В. Васильев, 1988-1993 год, О.С. Бачинский, А.И. Ляля, генеральный директора, 1993-1997 год, О.С. Бачинский, 1998-2001 год, Н.В. Грачев, 2001 год, А.В. Энилидов, 2002 год, Е.В. Корюшкин, 2002-2005 год, А.В. Ларшин, 2006-2008 год, С.Р. Золинский, О.О. БОБ. От 2008 до 2009 грамм, С.Р. Золинский, 2012-2013, В.Маслов, главный инженер, С.В.З. БОБ, 1970-1999 год, М.А.Махнев, Пассажирские линии и флот, Беломорск-Онежское пароходство обслуживало пассажирские водные линии с момента создания в 1940 году. Это были как линии, перешедшие в его ведение от северо-западного речного пароходства, так и новые. На Онежском озере функционировали линии вознесения Петрозаводск-Медвежьегорск-Петрозаводск-Шала, Медвежьегорск-Беломорск-Петрозаводск-Ламбас-Ручей, на реке Водле-Пудаш-Стеклянное-Новыгозере, Медвежьегорск-Надвойцы. На линии Ленинград-Петрозаводск-Медвежьегорск работали пароходы Урицкий и А. Жданов. Пароходство обслуживало линии на Онежском озере Петрозаводск-Песчаная-Шанга-Медвежьегора, Петрозаводск-Тепеницы, Кузаранда-Товыя, Петрозаводск-Кижевеликая-Губа, Петрозаводск-Ламбас-Ручей, Петрозаводск-Кона-Губа-Тепеницы, Петрозаводск-Подпорожье, Петрозаводск-Зимник-Бараньих-Берег, Петрозаводск-Кузаранда, Петрозаводск-Ял-Губа-Сульсарь-Кол-Мукса-Уски-Салми, Петрозаводск-Соломенные-Шлики-Наволок- В Лендозере и Вегозере-Р, Водле, Щупинской губе Белого моря, Пяозере, Озерах Верхние, Среднее и Нижнее Куйта, Сандал, Топозера, с 1965 года, были введены рейсы теплоходов «Окунь» и «Лермонтов» на Белом море на линиях Кейм, Соловецкие острова, Беломорск, Соловецкие острова. Также пароходство обслуживало ряд паромных переправ с 1960 по 1963 годы. Пароходство оказывало услуги прогулочных катеров такси. Имелись четыре катера такси на линиях Петрозаводск-Ивановские острова, Петрозаводск-Чертовстул, Петрозаводск-Соломенное, Петрозаводск-Аэропорт в от 1960 до 1980 грамм. Беломорско-Онежское пароходство обслуживало туристические линии Петрозаводск-Кижа, Кондопога-Кижи, Петрозаводск-Шела-Медвежье-Горск-Повенецк-Конда-Пога-Кижа-Валаам-Ленинград-Петрозаводск-Петрозаводск-Астрахань. А также организовывало прогулочные рейсы по Петрозаводской губе Онежского озера, Акватории Онежского озера для жителей Медвежьегорска, Акваториях озера-Сандалы Онежского озера для жителей Кондопоги, Рейсы для населения по сбору грибов и ягод в Кулумуксу, Сусарь, Шокшу, пассажирские линии обслуживали суда Беломорско-Онежского пароходства, пароходы Урицкий-А, Жданов, Володарский, Карл Маркс, Первомайский, Онежец, Роза, Люксембург, трамвай номер один и номер два, Джамбул, Вересаев, Безбожник, Лесной, Нарва, теплоходы, Лермонтов, проекта 623, Ом 337, Ом 344, Ом 357, проекта 780, Москвич 171, Москвич 172, проекта 544, МО 94 839, проекта Беломорье, проекта 1430, Ладога, проект 646, Московский 2, Московский 23, проекта 81 1080, Днепробук, проекта 623, КХЭ, Циолковский, проекта 588, Михаил Ломоносов, проекта 301, Серго Арджиникидзе, проекта 588, Мизень, спутник проекта 1152, Капитан Зоонегин, проекта 1462, Также на пассажирских линиях работали катера МК-14, МК-24, Навага, Лосось, Судак, А, Пертунин, Лещ, Окунь, Сыг, проекта 376, У, Заря, Сампо, Сандал, проекта 371, БИС, Суда МРБ-21, МРБ-22, МРБ-23, МРБ-24, МРБ-25, МРБ-26, МРБ-40, Волна, проекта 921, Переправа СП-41, В середине 2000-х годов у туристической компании «Беломорско-Онежского пароходства» появляется первое судно на воздушной подушке «Хивусу» от 10 до 70, на котором осуществляются рейсы на «Зимник», «Синоюгубу» и прогулочные рейсы. В 2008 году для «Ножд» компании были построены пассажирские суда на воздушной подушке «Капитан Пудичев» и «Хивус-48», однако в связи с отказом компании от работы на пассажирских линиях на Онежском озере они не эксплуатировались. Скоростные линии и флот. Скоростной флот обслуживал в 1960-х-2000-х г.г. линии Петрозаводск-Вознесение, Петрозаводск-Шила, Петрозаводск-Кижа, Петрозаводск-Кижа, Великая Губа, Петрозаводск-Медвежьегорск, Петрозаводск-Пенгуба-Ялгуба, Петрозаводск-Талвуя, Петрозаводск-Сусарь, Петрозаводск-Вытигра. Состав скоростного флота пароходства и года эксплуатации в БОПе суда на подводных крыльях. Комета-12, проект 342 и комета-17, проект 342 год от начала нашей эры, колхида-1, проект 10391, колхида-2, проект 10391, скоростные теплоходы типа Заря. Заря-123, проект 946А, обслуживала линию шала под Порожья на Р-Водло, Заря проекта Р-83, обслуживала линию конда по гостров Лычный Тивдея на озере Сандал. Беломорское Нежское пароходство выпускало собственную газету в 1944-1956 годах «Сталинский путь», 1956-1970 год, 1972-2001 год. Водник Карелии, выдающиеся работники пароходства, Сергей Енков, Олег Алексеевич, капитан, лауреат Государственной премии СССР, герой социалистического труда, Занегин Егор Иванович, капитан парохода, металист, захваченного финскими войсками во время Советско-финской войны, отклонив требования сдаться, предварительно затопив в Онежском озере судовое оборудование и документы. Был расстрелян на борту парохода, Катькин Леонид Лазаревич, капитан, лауреат Государственной премии СССР, Бекман Альфред Андреевич, руководитель навигационной камеры, автор ряда учебных пособий по судовождению, штурманским и навигационным приборам, изобретатель, речного счислителя, пути на фарватере.